Следующая глава говорит китабу «Суям», то есть отличительное свойство пророка в вопросах уразы. Кан аль-вусалю фис-суям лагу мубахан. Говорит одно из отличительных свойств посланника Аллаха саллаллаху ла саляма то, что ему был разрешен аль-вусаль. Аль-вусаль, когда человек держит уразу несколько дней подряд, не прерываясь. То есть обычные люди в нормальном состоянии, как держат уразу? То есть держат уразу с рассвета до Магриба, до заката солнца, затем что делают? Разговляются. А уисаль это когда человек не разговаривается ни на Магриб, ни после и держит уразу несколько дней подряд. И только затем на один из Магрибов через два или три дня разговаривается. Говорит, это было разрешено пророку саллаллаху ла саляма. И говорит, пророк саллаллаху ла саляма в своей общине этот ураз запретил. Пакалю иннакатуасы. То есть некоторые сподвижники тоже начали повторять в этом за пророком саллаллаху ла саляма и держать несколько дней уразы подряд. Когда пророк им это запретил, они сказали, но ты ведь держишь таким образом у разу. Пророк сказал, я не подобен одному из вас. Я провожу ночи у своего господа, он кормит меня и поет меня. Ахраджагу. Этот хадис приходит у имама Аль-Бухари, а также у имама Мусульма. Что касается того, что этот хадис приходит у Бухари и Мусульма, необходимо указать, что у имама Аль-Бухари и Мусульма нет слова «инда Робби». То есть «у моего господа» приходит немного другими словами. А вот эта вот фраза «инда Робби» «я ночую у своего господа» это приходит в других сборниках. Говорит, пророк этим самым прерывал их уподобление ему в этом вопросе. Сказал, в этом вопросе мне не уподобляйтесь и мне не подражайте. Говорит, почему? Потому что Всевышний Аллах отличил меня таким свойством, что он меня кормит и меня поет по ночам. Говорит, и ученые разошлись во мнениях. Что значит «кормит»? То есть «кормит» действительной пищей или просто в смысловом значении. Говорит на два мнения. Говорит Хабдз ибн Касир, более верное мнение, что имеется в виду смысловая пища и смысловое питье. То есть, какое? Рухи. То есть, духовная пища. Духовная пища, которая укрепляет сердце человека. Почему? Потому что если бы эта еда и питья были бы настоящими, то это не называлось бы уже уисалем. То есть, получалось бы, что пророк не держит урозу несколько дней подряд. Этот вопрос также очевиден, понятен. Значит, это является действительно отличительным свойством пророка. Говорит Мас'аля. Следующий вопрос. Говорит, он целовал своих жен во время урозы. Некоторые сказали, что это касалось только его. То есть, разрешение целовать своих жен было дано только по нему. Пророку во время урозы. Что касается того, что посланник Аллаха целовал свою жену, то это приходит у имама Аль-Бухари, та же имама Муслима, со слов Аиша, а также со слов Умму Саляма. И у одного имама Муслима со слов Хафса бинту Умар. Говорит. А что касается других людей, то ученые разошлись во мнениях. Другим людям. Каково постановление целовать жену во время урозы? Некоторые сказали, что ему юка, что другим людям это является нежелательно. Некоторые сказали запретно. Некоторые сказали это разрешено. Некоторые, как Ибн Хутаиба, вообще сказал, что если человек поцелует свою жену во время урозы, то его уроза становится недействительной. Некоторые сказали, что это желательно. Это мнение кого за хиритов. Когда раз пророк Салаллаху такое делал, значит нам подражать ему в этом вопросе желательно, значит это является желательным действием. А некоторые сказали, что есть разница между пожилым человеком и молодым. То есть пожилой человек может удержать себя от остальных действий, которые могут привести к половой близости, а молодые люди удержать себя не могут. Поэтому молодым это можно, а молодым это запрещено, а старым это разрешено. Некоторые сказали так. Говорит, в этом вопросе вот эти вот мнения у обладателей знания и более подробное разъяснение этого вопроса, говорит, здесь не место для этого. Что касается вот этого вот вопроса, то изучался он нами в книге Булёган Марам. И правильное мнение какое в этом вопросе? То, что если человек способен себя удержать от дальнейших действий, от дальнейшей половой близости, то это для него разрешено. То есть целовать свою жену во время урозы. Если же не может, тогда это ему может быть запрещено или нежелательно и тому подобное. В зависимости от ситуации. Значит, вот это вот вторая ситуация или второе свойство. Было отличительным свойством или нет? Отличительным свойством пророка, саллиллаху алисаляма, не было. Говорит следующий вопрос. Сказали некоторые шафииты. То, что если пророк, саллиллаху алисаляма, начинал добровольную урозу, то он обязан был довести ее до конца. То есть не имел права ее прерывать. Говорит, но это мнение является слабым. Это опровергается хадисом, который приходит от Аиши, саллиллаху алисаляма, у имама муслима. А на расулу Аллаха, саллиллаху алисаляма, дахал алейха, факаля, что однажды посланник Аллаха, саллиллаху алисаляма, то есть будучи держащим урозу, зашел к ней и она сказала, я, расулу Аллаха, ахуна хайсун. Во посланник Аллаха у нас есть хайс. Хайс одно из блюд. Название одного из блюд. Факал аринии. И тогда пророк, саллиллаху алисаляма, сказал, покажи мне это блюдо. Фалякатас бахту сайма. Потому что я с утра держу урозу. Фаакал аминху. А затем покушал из этой еды, из этого блюда. Этот хадис приходит, как сказанного имама муслима. Знаешь, что получилось относительно этого? То, что это не было отличительным свойством пророка, саллиллаху алисаляма. Если он начинал держать добровольную урозу, то разрешено было ему ее прерывать, так же, как и всем остальным мусульманам. На этом завершили разбор Китабу Саян, книги о урозе. Далее.